Смотрите, вот ваш файловый менеджер. Называется он NEMO. Вот папочка загрузки. Ну, сюда, значит, вот я включил текстовый файл, то есть даже без вишенки вот он работает. Но по нему всегда можно поставить вишенку. Да, я уже поставил. Но сейчас-то у вас она не стоит. Ну да, да, да. Если поставить, она сразу открывается на вишенку. Вот у вас команда. Так вот, я сделал так называемую пакетную установку. То есть каждый раз не надо заводить по команде, то есть три раза по команде заводить. А вот тут все три команды, все в одном. Берешь вот сюда, их перетаскиваешь, нажимаете Enter. Заводите пароль, нажимаете Enter. Enter. То есть прежде мы каждую команду перетаскивали в окошечко терминала, кликали каждый раз Enter, и все. А здесь все сделано, как говорится, все в одном. А я же не понял, что он теперь делает? Он ту же программу, Enter нажмите, он ту же программу и вам устанавливает на компьютер. Какую программу? вишневое дерево, Cherry 3. Чтобы не надо было и идти через файловое менеджер, и искать, и инсталлировать. Все здесь написано одним списком. Вот здесь вот сразу одним списком ставятся программы. Какие? программа для записи с экрана. Да, да, да. Надо вот отсюда могу выбрать, что хочется. Ну, это мы сейчас сделаем вишенки, там гораздо приятнее интерфейс. Вот единственная рекомендация вам появилась здесь, вот такая. Вот. Скопировать. Вставить вот сюда. И нажмите Enter. Пока там идет суть до дела, значит, я вам хочу все это дело перенести в одну папочку, которую мы у вас поместим в документах и назовем ее Cherry 3. Напишите Cherry 3. Абсолютно правильно. Нажимайте Enter. И вот все необходимые файлики находятся уже здесь. Ну, давайте, значит, так, откроем вот, где у меня, значит, написано одним списком. Почему здесь две? А потому что я два раза нажал, вот он два раза и открыл. Ну, пусть сохраняет, какая разница. Вот. Это мне непонятно вот. Группу Астамайзер. Если у меня одна, единственная Linux, зачем мне? не нужен. Так вот, смотрите, вы можете создать, вот, допустим, папочку мой список, да? Да. Вот теперь смотрите, это конкретно, вот я делаю лично, скажем так, для вас. Значит, Cherry 3 вы поставили, значит, дальше мы уже не полезем. Программа для записи экрана вам нужна или нет? Она записывает, например... Вот я при помощи этой программы делаю видеоролики, которые выкладываю на YouTube. Хорошо. Дальше, значит, к ней я подтяну два значка амперсандов. Ну, про SystemBug я не спрашиваю, это, как говорится, тут... Да, само собой. Значит, дальше. А вот насчет программы конки, значит, по каким-то причинам вы системную информацию у себя смотреть не желаете? Нет. Ну, делается это под вас, вот смотрите, я просто беру здесь ее и удаляю. Да, понятно. Подгоняю дальше. А, ну ладно, мы и так можем. Значит, конки менеджера убираем дальше. Программа для смены обоев вам нравится или нет? А, чтобы автоматически менялись? Да, там со всего этого, с разных мест прибегают очень красивые обои, там на рабочий стол вы можете установить там, чтобы они менялись там каждую минуту, там 5 минут, как вам нравится. Но они не получаются другие или меняют только те уже, которые есть на помпе. Нет, они прибегают из разных уголков света. А, хорошо, пусть. Это вещи-то, скажем так, довольно-таки красивые. Хорошо. какие-то претензии у вас были к программе Ubuntu Tweak? Да, это, наверное, не будет. То есть, вот смотрите, мы формируем лично ваш список программ, которые вы хотели бы поставить, но не тупо каждую программу ставить, а просто-напросто так. Кайродок нижненький нужен вам? Нет, упаковщик RAR архиватор нужен вам? Конечно. А он там где Zip, 7, Zip? Да, да, по типу этого. Но они, если будут оба стоять, будет что-то... Ничего, если встретят формат RAR, откроется этот. А 7, Zip не делает RAR? А я не знаю даже. Хорошо, пусть стоит. Скайп в одном окошечке вам нужен? А, насчет скайп я прошлый раз удалил скайп обычный, хотел оставить только скайп тап, и после этого скайп тап у меня перестал работать. Нет, надо ставить два, но просто запускать скайп тап. А он один отдельно не работает, да? Он один отдельно не работает. Пусть будет, тогда... Ну, и тут я уже даже не спрашиваю тоже, почему, потому что... Так, ах, мы два амперсанда пропустили. ну-ка, давайте я отделю. И нам надо два амперсанда скопировать и вставить. Вот. Вот эти значки называются амперсандами. Вот, я их сейчас вставляю. Сам по себе вот этот значок, он называется амперсанд. А что это крусейдер сделает? Я уже припомнил. Это двухпанельный файловый менеджер, который позволяет вам перейти в корневой режим и добраться до любого файлика. Это очень нужная программа, такая же, как и SystemBug. Вот, смотрите, составили мы вам общий, скажем так, и личный список программ, которые, значит, вы хотите. Вот, запись экрана, SystemBug, Variety, RAR, SkypeTab и Crusader. То есть, они выделены желтым цветом. Теперь открывайте терминал. Оттяните окошко влево, чтобы рядышком стояли эти две. А можно сделать так, чтобы терминал был полностью темным? Подождите. Я даже не задавался вопросом. сейчас я сделаю, чтобы они были, по крайней мере, вот так. Вот теперь смотрите, вот это вот все выделяете одним махом. Выделить вот весь этот блок. Встать вот сюда. Да, 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 да. Вот. Теперь ничего больше делать не нужно. Само по себе выделение это уже равнозначно тому, что вы скопировали. Теперь вам нужно перейти в окошко терминала и левой кнопкой мышки просто там кликнуть. Левой. Левой. А теперь нажмите среднюю кнопку мышки. У меня такое... Колесико. Какое? Колесико. Нет, у меня я этот падом использую. Ну, тогда так. Берете вот так вот и перетаскиваете все команды одним махом сюда. нажимайте Enter. Синтаксическая ошибка. Так, давайте посмотрим, что-то... Ага, что-то ему не понравилось. Так, проверим здесь. Так, здесь есть, здесь есть, здесь есть. А здесь вон их сколько выскочило. Раз, два убрали. Тут два, тут два, два. Ну, вроде бы сейчас нормально все так. Сохраним. Возьмите, перетащите снова это самое в терминал, посмотрим дальше. Да? и нажмите левой кнопкой мышки в терминале кликните и теперь нажмите Enter. Заведите свой пароль и нажмите Enter. Enter. то есть если вы к себе в интернет кладовочку забросите вот этот файлик на программу, который вы любите устанавливать, то потом при любой переустановке вы заскочили в интернет на свою кладовочку, скачали этот файлик, скопировали его значит в один раз вставили в терминал и все ваши программы установятся за один присест. А как мне самому нажмите для будущего? Вот например я хочу в будущем будут и другие программы одним махом как сказаться у меня только эти но и больше других. Какие там в будущем? Как мне подбирайте команды, заносите их в свой список и добавляйте команды здесь друг от дружки отделяются двумя амперсандами нашли какую-то команду вот значок амперсанд скачали сюда в смысле скопировали ставили сюда подсоединили к нему вторую команду вот у вас здесь просит опять-таки просит нажать Enter Enter команду я должен писать только sudo app get install или разные команды есть по-моему ну для Linux для Ubuntu для Debian для Linux Lite для Zorina так вот Enter еще раз нажмите просит они все в терминале понимают команду sudo поэтому если вы нашли команду для установки программы вот в варианте sudo то тогда значит все нормально так а вот почему-то здесь у меня я ошибочку нашел вот здесь без пробелов должно было быть и у нас скорее всего вот эта программа не установилась так то есть без пробелов должно это дело все быть значит Simple Screen Recorder мог и не установиться так нажмите здесь Enter так проверяем еще раз я бы даже сделал вот чтобы легче было просматривать нет ли там где каких-то там пробелов вот так вот делать тогда сразу будет видно что промежутков между амперсандами нет вот еще два амперсанды у нас амперсанды так вот еще два амперсанды так тут просит нажать Enter нажмите вот так вот еще два амперсанды амперсанды зрительно гораздо легче как видите так вот два амперсанды еще я вижу вот вижу два амперсанды вот еще два голубчика сидят так нажмите вот здесь Enter так вот еще два амперсанды то есть вот между ними следующими не должно быть никаких пробелов так вот здесь вот здесь и вот здесь еще один после этого если сейчас вы увидите его выделите и таким же образом возьмите возьмите и прокрасите да выделите идите вон туда куда я ходил среднее да и нажмите ок ну а теперь пока я все это дело там идет установка проверьте еще разочек все мы правильно написали вот давайте значит я сразу могу сказать что у нас были пробелы между оперсандами при установке программы CPU Screen Recorder поэтому ее мы потом отдельно вот так возьмем скотируем и переустановим потому что она скорее всего не установилась мы проверим если дальше уже программ нет никаких то уже оперсанды не ставятся есть какая-нибудь программа которая после установки как бы проверяет систему полностью и показывает эти ошибки errors как называется при установке какие там внутренние нету такой есть есть программа которая проверяет удаляет ненужные пакеты ну короче я вам эту команду покажу просто у меня это в другом файлике команды видео находится а мы пока вот с вами редактируем файлик одним списком я установил и пробовал и мне понравилось Bridge Beat программа можете использовать Blitz Beat я использую наоборот Ubuntu Tweak она мне больше нравится вот ну видите у вас с Ubuntu Tweak что-то там не получилось несколько раз я подозреваю не уверенно подозреваю именно после прочистки этом Ubuntu Tweak заела смотрите сами но мне вот этот Blitz как проверил несколько раз нашел там 130 ошибок или сколько у меня по поводу Blitz есть отдельный видеоролик даже два поэтому можете там в моих видео покопаться и пабличе найдете это самое два видеоролика по-разному но я практически его не использую я пользуюсь Ubuntu Tweak мне этого хватает а Ubuntu Tweak указывает место ошибки чтобы исправить это нет я обычно только очищаю при помощи Ubuntu Tweak я очищаю только это самое системный кэш вот и все так ну вот все дело сделано а теперь значит у нас не получилась программа Simple Screen Recorder ну так вот видите хотя она пишет что ну сейчас я проверю нормально ли она встала так да вроде бы так здесь должно альса стоять 25 кадров секунду хватает мне надо 30 так здесь формат YouTube MP4 MP3 файлик обзовем видео наберите 01 файлик под номером 01 то есть видео будете записывать ему автоматически будет присваиваться номер 01 теперь сохраним программой и теперь программой практически можно пользоваться единственное всегда я всех отсылаю в настройки уровня громкости микрофона это вот здесь вот здесь я выставляю всегда где-то вот такой вот уровень чтобы поговорить что-нибудь ну вот я поэтому вот смотрю ну я думаю что нормально достаточно да так значит мы проверили программу Simple Screen Recorder встала проверяем следующую программу а вот почему потому что мы нет это поставили в репозиторию установили Simple Screen Recorder рекомендации к нему так вот еще мы пропустили это уже прошла программа SystemBug вот теперь давайте проверим программу SystemBug встала ли у нас она наберите здесь Sys вот он голубчик значит пойдем сразу в настройки посмотрим вот здесь создавать ISO ну а английский он и так по умолчанию стоит так относительно этого друга так нам будет нужна программа Synaptic вот здесь наберите SYN да вот его я перемещу вот рядышком с менеджером программ это менеджер пакетов а как убрать из этого тоже можно перенести или поставить там на эту вертикальную поломку любую программу да набирайте пароль и вот здесь вот наберите здесь каспер без соответствующей версии каспера программа систембак работать правильно не будет а у вас установлена версия неправильная что мы делаем это они там намудрили вот я выставляю форсированное то есть принудительную установку этой версии которая систембаком работает правильно и корректно ну это чудо я этого не ожидал что систембак поставится такая программа а еще пользователь должен додуматься обязательно дело в том что создатель программы систембак он ее нормально сделал а каспер это уже промежуточная программа скажем так между компьютером и систембаком и кто там ее делал одному господу богу известно но то что как говорится без соответствующей версии бесправильной это дело работает неправильно люди заметили и нашли решение и мало того вот сейчас я возьму и принудительно заблокирую эту версию чтобы ее больше и не было никаких поползновений значит у вашего компьютера ее менять но она она должна по идее по пакете по программ стоять вместе если инсталируешь одно то другую но это обратитесь к разработчикам linux mint я буду очень удивлен что если они вам что-нибудь ответят вот здесь наберите var двойной var нет просто одинарный var тут ее мы запускаем участвовать да ради бога вот только участвовать анонимно обои менять при каждой перезагрузке и каждые пять минут можете здесь выставить пять часов пять дней или каждые там две-три минуты как вам нравится закрыли сейчас обои начнут меняться а мы тем временем сохраним пока ваш чудо списочек так чудо списочек ваш сохранили теперь значит пойдем в обновление и поднастроим ваши литовские репозитории ну вот и будете сейчас этим и заниматься давайте это не лангвиджес это обновление хранилищ для вашей версии Linux Mint который находится нет 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 ну давайте еще полминутки подождем самый быстрый выберем да похоже что шведы давайте давайте вот вот этот а затем мир пусть берем прямо это называется зеркала ничего вы не будете тут просто вам предлагается поднастроить а что такое зеркала для чего они нужны это уже в интернете заведете вопрос покопаете покопаетесь нельзя нет вот теперь обновляем кэшик вот он уже так живо забегал так а почему собственно говоря этот дружочек у нас не хочет работать ага значит программа варите насколько я понимаю она установилась неправильно сейчас проверим установку так сейчас мы из нее снова выйдем так это мы закроем теперь пойдем в уровне вы у меня человек я знаю любите только то что любите снимайте галочки то что вам не нравится я убираю только вот вот эти два уровня я оставляю так и делаю хорошо я поставил прошлый раз здесь раз в месяц за глаза и за уши хватит я просто ставил 90 дней нет раз в месяц нормально это вас особенно не затруднит я думаю я думаю не из-за этого пусть не все нормально которая загрузится найдет все ошибки они успеют поправить потом ну и месяца обычно ну поставите потом позже и три месяца и полгода как вам нравится в принципе раз в месяц достаточно но не так вот как они там каждые два часа все это дело делать но это тоже смешно заводите пароль нажимаете окей а вы такой браузер знаете тор знаю я хотел бы его поставить для для интереса он считается самым секретным и правил браузером уже нет уже нет нет что случилось уже говермент Америки уже убили какой вы теперь уже Мидори Мидори хороший и легкий браузер да надо они оба стоят в депозиториях я искал тора его нет там на Мидоре есть дебяновский файлик скачайте поставите хороший легкий и безопасный браузер а на тор я не не видел а я и не искал потому что пару раз я с ним возился головная боль неудобства для пользователя и головная боль так ну что обновления все сделаны тут нормально все так значит нам мне не понравилось что у нас программка варите что-то с ней было не то так ну-ка давайте поглядим сюда где петерлеви так апдейт сюда апдгет install варите ну вроде бы все правильно было сделано а почему же она так ну давайте тогда попробуем ее отдельно записать она работает у вас некрасиво не так надо надо предкипереснию убрать сначала да это делается легко вот так вот набирается убрать но это убрать это другое а не наберите вар вот набирайте пароль интересно как это может быть неправильно установило не знаю просто я я вижу что не так я вам об этом честно и говорю и не мудрствую долго лукаво практически вот мы сейчас пойдем поставим снова репозиторий для варите вот нажимайте enter и посмотрим покомандно что там он нам будет выдавать пароль и enter вроде бы нормально так будем команду обновить обновить ну давайте ее заведем нажмите enter она не не слишком много сока из компьютера берет эта программа нет так это какой файл эти файлики эти программы enter нажмите пожалуйста ау какой файлик эти тапеты все загружаются еще раз еще раз повторите enter нажимайте наберите снова вар вот я вам сейчас ее на панельку тоже сделаю вот смотрите сюда вопросы есть или нет это меняется они движущиеся это вроде бы как слайд шоу а другие статические а те там и по одной и по две минуты держится поскольку вы укажете вот практически и все значит плюс что хорошо вот у этих друзей можно скопировать в папочку фавориты допустим файлик поменялся там на следующий вот допустим этот понравился вам тоже скопировали в папочку фавориты теперь пошли дальше выбрать это то что вам предлагает варите что у нее уже сейчас накоплено как говорится из ее меню так ну если мне какое-нибудь хочу убрать так тогда вот смотрите сюда покажу просто пример вот к примеру вы выбрали там что-то вам нравится и значит решили чтобы до конца сеанса у вас вот эта картинка оставалась при перезагрузке она поменяется а так до конца сеанса она у вас будет на рабочем столе если по каким-то причинам вы хотите ее во время сеанса все-таки поменять пожалуйста запускаете снова варите и она снова начнет там это самое менять вот картинчики с частотой которую укажете хотите чтобы до конца сеанса оставалась эта картинка до перезагрузки опять-таки просто изварите выходите и она у вас остается фоном рабочего стола хорошая откуда вот допустим вам понравилась вот эта картинка и вы хотите чтобы она оставалась у вас до конца сеанса вот левой кнопкой нажали квит вышли и все программа варите сейчас отключена поэтому у вас фоном рабочего стола остается вот эта вот картинка а вот смотрите сюда заходите вот сюда и идете preferences идете папочка фаворитов открываете ее и вот допустим мы уже с вами взяли две папочки в смысле два файлика сохранили и вы любой из файликов можете установить как фон рабочего стола но не фавориты все только те которые вы сохранили а все я даже собственно говоря и не знаю но давайте посмотрим но сомневаюсь я что нет ну есть есть конечно но туда можно конечно добраться я такой даже целью не задавался хотя давайте посмотрим хули вам так приспичило так view show hidden files так ну давайте вот так вот их распределим да что ну так вот здесь все загруженные при помощи этой программы файлики еще раз покажите пожалуйста как войти я не слишком не понял где они сидят папка user скрытая папка config в ней находится папочка varity и в ней находится папочка downloaded .config вы просто так их не увидите если вы зайдете без показать скрытые файлы вы эту папочку вообще не увидите в химных файлах найти varity вот они переходите varity и варите переходите папочку вот загруженные вот и все и там уже как говорится сидите там копайтесь и разбирайтесь поскольку вы не любите отображать системную информацию на системном мониторе это очень хорошо запускайте набирайте сис стоп 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 вот смотрим свок файл подсоединен из 4 гигабайт сейчас используется 308 килобайт ваши процессоры используется очень скромно наберется как говорится немного тут все нормально это процессы процессы по скажем так использованию вот системный монитор берет 8 процентов и вот всего лишь три программы TeamViewer системный монитор и цинамончик у вас используют ресурсы центрального процессора алекс по Продолжение следует...